Если часто заходить на специализированные сельскохозяйственные формы, то складывается впечатление, что жители Украины и Белоруссии занимаются сельским хозяйством значительно активнее, чем россияне. Возможно, это не так, но в подавляющем большинстве еще малоизвестные в России породы животных в других странах уже достаточно широко распространены. Совсем недавно по меркам животноводов на Украине была выведена новая порода кургеркулес. Вы выделить их птиц по принципу доктор, мне таблеток от жадности, да побольше, побольше. По описанию порода кургеркулес должна отличаться большим весом, хорошей яйценно с костью и отменным здоровьем. Правда, куроводы, купившие эту породу, пока еще сами не определились, порода это или кросс. По итогам проводят эксперименты по второму и третьему поколению, разводимому на частном подворье. К тому же отзывы о курах геркулес не все оказались положительными. Есть смысл попробовать разобраться породы это или кросс. А также где реклама, а где реальные результаты экспериментаторов, выращивавших этих птиц у себя во дворе. При этом придется учитывать, что экспериментаторам под видом геркулесов могли продать кого-то другого. Кто это такие и откуда взялись куры геркулес были выведены в Харькове в Украинском институте птицеводства в 2000 году. Выводили кур из бройлерных кроссов, скрещивая их с другими генофондными породами. Бройлеры – сами по себе кроссы, поэтому действительно утверждать про геркулесов, что эта порода, пока преждевременно. На заметку, выводили геркулесов как мясо и яичную породу. Продуктивные характеристики кур геркулес очень высокие. Нестись молотки начинают с 4 месяцев. Первое время часто несут яйца с 2 и 3 желтками. Потом ситуация стабилизируется. Аналогично первое время вес продукции может варьироваться от 55 до 90 грамм. Далее все стабилизируется, и геркулесы начинают нести яйца со средним весом 65 грамм. Производительность несушек геркулес – 210 яиц в год. Высокий у кур геркулес и мясные характеристики, но частные фото это не подтверждают. На сайте хозяйства Борки указано, что вес годовалых петухов достигает 4,5 килограмма, молодых – 3,5 килограмма. Геркулесы отличаются высокой скоростью роста, сравнимой с брайлерными кроссами, и не требуют большого количества корма. В двух месяцах цыплята вырастают до 2,2 килограмма веса. У цыплята молодняка очень высокая сохранность – около 95%. Описание Общий вид кур породы геркулес на фото не производит впечатления о очень мощной птице. Голова у этих кур средних размеров. Глаза оранжевые. Гребень одинарный, листовидный, красного цвета, зубцов. На гребне от 4 до 6. Сережки красные, круглой формы. Мочки могут быть светлыми или красными. Клюв желтый, немного изогнутый. Корпус мощный, с широкими спиной и поясницей. Грудь хорошо наполненная, с развитыми мышцами. У петухов живот должен быть объемным и подтянутым. У курокруглым, хорошо развитым. Плечи хорошо развиты. Крылья приспущены, но плотно прилегают к телу. Хвост короткий. У петуха длинные изогнутые косицы. На заметку. Короткий, округлый хвост. Характерная черта геркулесов. Ноги широко поставленные. Бедра и голени мощные, хорошо оперенные. Плюсны без пера. Длинные, желтого цвета. Плюсневая кость большого диаметра. Пальцы широко разведены. Кура и геркулес обладают спокойным, добродушным характером. Количество и виды окрасов по разным источникам разнится. Если ориентироваться на данные Харьковского института, то окрасов 6 – серебристый, чернополосатый, он же кукушечный, белый, рябой, золотистый, голубой. По словам частных лиц, окрасов у геркулесов уже набралось 8. Добавились колумбийские краснопестрые. На заметку. Такая добавка должна насторожить. С большой долей вероятности икуры помясны. К достоинствам породы относят довольно быстрый рост молодняка, высокую яйценноскость, отменное здоровье. К недостаткам можно отнести потерю родительских качеств у потомства. Впрочем, последнее характерно для кроссов. Мнение владельцев отзывы о курах породы геркулес от частных владельцев часто диаметрально противоположны. От яйца не помещались в яичные лотки до пока 55 грамм. По вкусовым характеристикам мясо тоже оценивают от очень вкусно до обычное мясо, хуже чем у бройлера. Опытным путем установлено, что одного и того же убойного веса бройлерные кроссы достигают за полтора месяца месяца, а куры породы геркулес за два. Разногласия по качеству мяса тоже происходят из разного возраста забоя. Если геркулесов отправляют на убой в двух месяцах, то мясо цыплят еще мягкое и нежное. В более старшем возрасте мясо геркулесов уже подходит для бульона, а не для жарки. Важно! Куры породы геркулес склонны к ожирению. В чем однозначно сходятся рекламы и частники. Хорошая выживаемость кур и их способность к самостоятельному обеспечению себя кормом на выгуле. Стащить у собаки – святое дело!